Мы с вами разберем торговую систему, которая называется «Внешний день». Так, как обычно, звук проверю-ка. Проверяем. Хорошо, плюсики пошли, звук есть. В принципе, можно начинать тогда. Данная система, ну, такая, скажем так, разряда самых простых торговых систем, которая основана только на чистой статистике, никаких трендов взять по этой системе. Ну, не то, чтобы не удастся, по любой системе можно словить тренд, но определение каких-то трендов и тому подобных вещей по этой системе, в принципе, невозможно. То есть это банальная торговая система на одну позицию. То есть вот открыли позицию, она закрылась с плюсом – хорошо, закрылась с минусом – ну, не очень хорошо. Ну, и в принципе, все. Много ума прикладывать здесь не нужно. Надо просто выставить линии, поставить сигнал. Ну, по большому счету, такая самая-самая простая торговая система. Итак, какие принципы у этой торговой системы? Так как она называется «Внешний день», то, в общем, банальную модель. Ну, к примеру, это у нас идет свечка. Так, вот так отпустим. Ну, и рядышком вот такая свечка у нас. Так, закрытие здесь было. Ой, закрытие здесь у нас было. Естественно, здесь у нас нет. Например, вот такая свеча. Окей. Даже можно не так. Допустим, вот такая свеча. Вот. Так даже может быть, крайне будет. И при этом мы рисуем здесь еще тени. В этой свечке тени. Вот такая. Причем, как бы так, в модели эти могут быть абсолютно разными, но кое-что они могут быть одинаково. И у второй свечки вот такая тень. Так, вот у нас учатся две свечки. Эти модели мы смотрим исключительно на дневном графике. То есть это два графика, ой, две свечки дневного графика. Так, сейчас, чтобы покрасивее было. Вот так вот. Что важного у этих двух свечей? Важно то, что максимум последней свечки выше, чем максимум предыдущей свечки. И здесь минимум последней свечки ниже, чем минимум предыдущей свечки. То есть вот это вот называется внешний день. При этом эту модель мы ищем на дневном графике. А дальше, что мы делаем? А дальше мы банально ждем, куда произойдет пробой. Потому что вот в этой стадии наступает неопределенность. То есть цена собирается и вверх вроде идет, пробивает максимумы в то же самое время. И вниз вроде как идет, пробивает минимумы. То есть получается наступает некая неопределенность. И нужно дождаться, куда же цена выйдет из этого внешнего дня. Если у нас происходит пробой нижней границы, то есть уровня прыжки снизу, то мы открываем позицию на продажу. Если у нас происходит пробой верхней граниты, то мы открываем позицию на покупку. И все. Больше ничего в этой ситуации нам не нужно. Ну да, здесь все верно. Там надо зеленым. Я изначально хотел попадающую свечку нарисовать. Вот таким вот, чтобы было понятнее. И все. Больше здесь ничего нас не интересует. То есть сам факт открытия позиции, это момент пробоя границ внешнего дня. Как это выглядит на графике? Во-первых, как мы это ищем? Мы открываем, например, часовой период. Это все удалено. Выставляем границы суток. То есть границы торговой сессии. Ну это нажимаем правой кнопкой мыши. Свойства показывать разделитель периодов. Вот здесь вот. Вот это начало торговой сессии. Вот это завершение торговой сессии в рамках их суток. И мы анализируем, где у нас возникла такая модель, которую мы с вами только что нарисовали. То есть нам необходимо, чтобы свечка, вернее, чтобы один день проглотил предыдущий торговый день. То есть вот у нас ситуация. Максимум этого дня выше, чем максимум предыдущего дня. И вот ситуация. Минимум этого дня ниже, чем минимум предыдущего дня. Получается, что вот у нас возникла эта модель. Ну, на дневном графике она будет примерно выглядеть вот таким вот. Здесь у нас красная свечка. А здесь у нас получится там зеленая свечка. Я беру с днями пускай. Вот так вот, если взять. Вот у нас ситуация такая возникнет. Вот здесь у нас вот такая свечка. А здесь у нас вот такая. Эта свечка полностью перекрыла весь предыдущий день. О чем это говорит? О том, что если цена достигнет границ этого дня, вот этого, и пробьет ее на часовом периоде, а пробой здесь мы определяем с помощью закрытия свечки выше необходимой нам линии. То это и есть сигнал к открытию позиции. Если пробой состоится вверх, то мы открываем позицию на покупку. Если пробой состоялся вниз, то мы открываем позицию на продажу. То есть, ну, все достаточно просто. Куда поставим в этой ситуации ордер стоп? Для того, чтобы поставить стоп, можно добавить фрактал. И в момент пробоя мы смотрим, где находится у нас предыдущий фрактал. Ну, в данной ситуации предыдущий фрактал будет находиться вот в этом месте у нас. Потом он появится повыше, когда цена пойдет дальше. Получается, что мы сюда выставляем стоп-лосс. Здесь мы открываем позицию. Размер стопа 63 пункта. Значит, размер тейк-профита не менее 63 пунктов. И все. А дальше уже по факту закрываем, где там цена остановится. Ну и потом дальше ищем, допустим. Где у нас топатил предыдущий день? Вот мы смотрим минимум. Минимум не подходит. Максимум. Минимум не подходит. Здесь у нас не подходит. Здесь у нас, видите, чуть-чуть не подходит. И по минимуму тоже не подходит ситуация. Здесь у нас тоже ничего нет. Ищем, ищем, ищем. Это не то, не то. Вот это не то. Как видите, тоже не то. Эта ситуация возникает. Это можно использовать любые валютные пары. Вот у нас эта ситуация. Смотрите. Максимум. Валютные пары с долларом. Хотя, на самом деле, можно еще кроссовые валютные пары с единой взять. Вот у нас ситуация. Максимум. Максимум. Минимум. Минимум. Пробой произошел у нас вверху. То есть, вот здесь. Значит, покупаем мы на этой свечке стоп-лосс 69. Потенциальная прибыль как минимум 69 пунктов. Ну, в конечном счете, это понятно, что закроют. Но на возврате, конечно, здесь лучше было выйти по безубытку. То есть, ну, вот такая простая статистическая торговая система, по которой особо не замырать, можно работать. Но нужно смотреть пробой только на часовом периоде, чтобы пробой фиксировался закрытием свечки. Каких-то дополнительных фильтров здесь применять, ну, как бы, особо не стоит. Но эта торговая система, она не указывает на то, что вот у вас там технически сложилась картина так, что цена сейчас пойдет наверх. Это просто, может быть, импульс, может быть, вы в тренд какой-то попали или еще куда-то. То есть, ну, как бы, если у вас есть сигнал от логической торговой системы, в которой там понятно, почему этот сигнал возник и куда-то найдет, и в то же самое время возникает сигнал по этой торговой системе, то сигнал вот этой торговой системы нужно опустить. Потому что он не настолько логичный, чтобы отработать ту цель, сколько сигнал от другой торговой системы. То есть, это просто статистическая системка. Не более того. Так, ты как раз еще опустить ниже. Так, ну, ладно. Так, вопросы. Ну, вы сами понимаете, тут как бы такая очень банальная, простая системка. Хорошо, если вопросов нет, давайте посмотрим валютные пары, что у нас происходит на рынке. Ну, господи, что происходит? Все нормально. Так, пара евро-доллар. Смотрите, что у нас здесь, пара евро-доллар. Ну, хорошо, золото. Давайте вот это посмотрим. А, нет, сразу евро. Пара евро-доллар, долгосрочное ожидание. Все-таки головоплечья, я думаю, наверх. Все-таки мы пойдем. Не исключаю треугольника. Как его тут нарисовать? Вот как-то вот так вот. То есть сейчас мы находимся в вершине границы этого треугольника. Не исключаю, что может быть треугольник здесь. Откат тогда произойдет до вот этой области поддержки. Так, сейчас нарисую нормальный цвет. Так, серый. Откат может произойти до вот этой области поддержки, даже немножко зайти в нее, может быть, до нижней границы, а потом на пробой. То есть я ожидаю такой сценарий. Ну, а так как мы сейчас у верхней границы треугольника, и смотрите, что у нас происходит. У нас сформировался... А, вот даже. Вот в этом месте произошел резкий выход сложным пробоем наверх. Это даже можно назвать паттерном. И здесь хорошая отработка произошла на самом-то деле. Вот здесь вот паттерн был. Возврат в любом месте этой зоны продажа возникает. И потом получается, что вот это у нас является зоной сопротивления, в котором можно сработать вниз. Кстати, надо открыть позицию на продажу. Так, все, пускай висит, чтобы она вам не мешала. Так, и... Стопик можно поставить, ну, за максимум. То есть вот сюда. Ну, и целью этого движения будет являться... Ну, для начала... Для начала лучше поставить целью этого движения вот эту вот свечку. Ну, и ко всему прочему, здесь еще может получиться вот такая фигурка голова-плеч. Ну, как бы голова-плеча, амин, шевель. Но... Сам факт наличия сигнала есть. Плюс, смотрите, на 15-минутке у нас здесь вот возник сигнал тоже. Попад сигнал слабый. Слабый почему? Потому что он не возник на максимуме. Поэтому этот сигнал, вот так на троечку скажем, на продажу. Поэтому здесь вполне возможно откат вниз вот этой области поддержки, с которой мы здесь ушли. А, кстати, здесь у нас даже есть вот одна еще одна поддержка, из которой был резкий уход. Вот в этом месте. поэтому не исключаю... то, чтобы не исключаю, а жду похода цены вниз к вот этой поддержке, потом отскок наверх. Золото. Пробовал пару раз продавать все золото, но оно не падает. Не падает. Но надо, чтобы упало к вот этой вот поддержке. Как минимум. Так что по золоту не меняю свое мнение, что надо искать продажу. Вот только боюсь, что я эту продажу не возьму, потому что меня уже два раза выбили по золоту. Один раз я успел выйти по безубытку, по стопу. И как бы, ну, здесь зайти в продажу можно, но по моей системе подвеск прибут не сформировалось сопротивление. И нету паттерна здесь, например, чтобы зайти в продажу. Поэтому сигнал на продажу есть, но он для меня, к сожалению, слабенький. Поэтому я не могу зайти в эту позицию. А так? А так, ну да, продажи по золоту. Можно стоп сюда поставить. Если выбьет, придется еще одну точку входа искать, потому что здесь у нас риск маленький, а потенциальная прибыль это 1211. это и есть потенциальная прибыль для движения цены вниз. Так. Фонд Новой Зеландии. Что тут сказать? Что тут придумать? Нету здесь четких указаний. Граница коридора, вот она. Мы даже не находимся на верхней границе коридора. Нижняя здесь у нас. Здесь это не является поддержкой, потому что выхода не было из нее. То есть, ну, бог его знает. Я не знаю, куда пойдет. Вон там, в Зеландии нету никаких четких указаний, для того, куда ее можно поторговать. Даже вот здесь вот на часовке. Ну, как бы вот поддержка. Мы от нее отскочили, а дальше что? Ну, не знаю. Реально не знаю. Так, Австралия. Австралия, доллар. Австралия, доллар. Так, расширение диапазона. Базон на 161 уровень мы сработали. Соответственно, с 161 уровня на продажу можно поработать. То есть, можно, получается, открыть позицию на продажу где-то здесь, со стопиком за вот этот максимум. Но, смотрите, что здесь происходит. Здесь на верхушке, к сожалению, нету продавки. Цена резко вверх, резко вниз. То есть, по факту, у нас здесь не сформировалось сопротивление. Поэтому продажу открывать можно, но ставьте небольшой объем, чтобы сильно вас... Ну, не сильно депозит. Потому что нету сопротивления, которое защищало бы наш стоп. То есть, есть вероятность того, что процентов... Есть процентов 40, что выбьет стоп, и процентов 60 на то, что цена все-таки пойдет вниз. По новозеландцу у меня есть позиция по новозеландцу. Здесь картина такая же, как на Австралийце. Но здесь обратите внимание, что откат был более быстрым, и он полностью пробил вот эту проторговку. Но по новозеландцу, к сожалению, стоп больше. Там 20, здесь 30. Поэтому по новозеландцу я открыл продажу. Куда здесь будет в новозеландзе? Ну, может быть. Я надеюсь, что сходим к отметке 69.50, потому что я ждал вот здесь. Подходы к этому уровню. Цена не подошла, чтобы взять на покупку. Теперь буду ждать отсюда позиции на продажу. Звук. Так, доллар-иена. Так, если нормально, то... Ну, хорошо. Так, доллар-иена. Здесь смотрите, что у нас было. С утра небольшой развод был. Я пожадник, со стопом меня выбили. Вот у нас была поддержка. Вот она. То есть резкий выход. Возврат обратно. Ну, по большому счету, во-первых, я совершил ошибку того, что я зашел, не дожидаясь выхода. То есть вас учу. Делайте так, как я вас учу, а не делайте так, как я делаю. Зашел, не дожидаясь выхода, захотел взять лучшую цену. И меня выбили вот здесь буквально одним пунктом, к сожалению. А в целом на часовке здесь просматривается более крупная модель на покупку. Смотрите, вот проторговка вниз, проторговочка, выход вверх с пробоем вот этой проторговки и с формированием уровня поддержки, получается. Это у нас есть внизу поддержка, есть отмена сопротивления. Получается, что можно сработать на покупку. На покупку уровня 113.53. А кто наблюдает за валютной пармой, то вы знаете, что доллар-иена, она коррелирует с золотом. Соответственно, если на золоте идет вниз цена, то на доллар-иене идет вверх цена. Так как здесь у нас ничего друг другу не противоречит, сигнал на покупку здесь есть, а здесь есть слабый сигнал на продажу, то как бы можно, по сути, работать. Я позицию, к сожалению, упустил, поэтому второй шанс буду пробовать зайти и быть вот в этом месте. Вот где-то вот в этом диапазоне. Начиная от 112.77 и заканчивая 112.60. Вот это доллар-иена. Какая цель? 113.50. Это будет цель движения этого. Даже нет, не 113.50, а 113.27. Да. Потому что 113.50, это будет отмена тогда. Вот это сопротивление, тогда мы вообще пойдем наверх. Тоже на 115 пойдем. Так, канадец, да? Канадец. В канадце я не знаю, что делать, какие мысли какие-то рисовал. 161 уровень. Ведь забросы делает, размывает его. Для покупки сигналов нету никаких здесь. Как корреляция тоже не просматривается. Корреляция с астралийцем, с новозеландцем тоже как-то не просматривает почему-то, потому что нас новозеландец обновил максимум, Австралия обновила, а этот не обновил. Нету такого, чтобы сказать, что внизу поддержка есть. Хотя, да, вот здесь вот. Ну, короче, если у нас такая ситуация, что Новозеландия вниз, Австралия вниз, то попробуйте, может быть, взять для поддержки канадец с целью на вот этот уровень. Просто 1.34.60. Франк, да? Так, франк, что тут у нас? Франк в области поддержки находится. Сейчас посмотрим, что здесь у нас может быть. Что-нибудь разумительное есть. Так, поддержка. Еще одна там просматривалась. Пятница, да? Вот она. Здесь мы ее еще раз подтвердили. Сигнал на троечку, но сигнал на покупку. Пугает то, что здесь вот такой боковик у нас. Мы где-то в серединке боковика вот этого находимся. У нас топ надо ставить вот за этот минимум. То есть топ надо ставить около 35-40 пунктов. Ну, сигнал, так сказать, на покупку есть. Ну, так, на троечку. Но сигнал на покупку есть. Дополнительное подтверждение сигнала на покупку является еще вот этот диапазончик. Вот он, смотрите. Тоже, как бы, можно сказать, что даже вот от этой точки можно зайти еще раз на покупку. Скорее всего, сходит вниз. Не исключаю такого момента, то есть, я же говорю, сигнал на троечку на покупку. На паре евро-доллар там красивее ситуация. Намного получше ситуация, чем на франк. Поэтому вот как-то так. То есть здесь более четко сопротивление, от которого мы снова идти вниз. А здесь нечетко вообще на часовке тут нет сопротивления, в отличие от еврика. Поэтому как-то так. Нефть, нефть. Так, вот что у меня по нефти нарисовано. Вот она. А, кстати, бренд уже коснулся. Вот, у меня уже позиция сработала. Ну, вообще по нефтянке покупка. Вот она область покупки, от которой можно совершить эту покупку. Вот так вот. Цели, бог его знает, цели грандиозные. Вот прям до этой области продажи, если удастся подержать. Так, ну и еще вопросы по валютным парам. Если есть, можете спрашивать. Кстати, я не заметил, когда он успел заработать 12 часов. Хорошо. Спасибо, пожалуйста. Так, Новозел. Ну, в итоге что? Резюмируем. В Новозеландии у нас продажа. Сигнал по качеству, чем на странице. Потом доллар-иена, покупка в случае отката. Евро-доллар у нас продажа на случай возникновения никакого треугольника там, в более крупном периоде. И все, на сегодня фунт пока не уделан. Нет здесь ничего для того, чтобы его продоронки. Франк тоже немножко в сторонке. Ну и нефтянка в покупку. Евро-иена, фунт-иена. Ну, давайте глянем. Евро-иена, фунт-иена. Так, фунт-иена. Тут каша. Фунт-иена находится в диапазоне. Ее сейчас торговать куда? Здесь потенциально я все-таки планирую, что вниз ходит на 128.33 на дневном графике. Но мы находимся вот в этом коридоре, поэтому куда ее здесь торговать? В коридоре тут цена зажимает, а сверху в этом месте еще сопротивление, как это есть. Вот видите, вот здесь, вот эта граница нечеткая. Это она может рахтаться вот в этом. Но и в то же самое время внизу подержка есть, видит, она держит эту цену. Поэтому, получается, цене нужно что-то из этого пробить. То есть она бесконечно не может болтаться между этими уровнями. Тут еще даже снизу, смотрите, поджирали еще одну поддержку, сделали. То есть внизу поддержек больше оказалось, чем сверху сопротивлений. Но сверху как паттерн на продаже. Короче, не знаю. Тут будут пытаться выйти куда-то из-за предела вот этих вот... То есть что-то... Идет борьба покупателей и продавцов, но пока непонятно, на чьей стороне перевес. То есть кто в этой ситуации победит. Предположительно, пока более уверенными себя проявляют покупатели, нежели продавцы в этой ситуации. Так, евро-едно поддержка. Так, от поддержки отскочили. Новые сформировали. Короче, если есть позиции на покупку, держите. Если есть позиции на продажу, поставьте стоп. И все. Потому что еще можно подходить к поддержке. Но я, например, не вижу никакой ситуации, где бы можно было сейчас здесь зайти. Поэтому, Роман, я здесь особо ничего не покажу. Даже если бы мы были в Аторе вместе, я все равно ничего не подсказал бы вам. Не исключаю, что если цена еще выше подрастет, то тогда сформируется поддержка, и от нее можно будет сработать на покупку. А сейчас... Ничего не подскажу. Вот в такой ситуации можно будет открыть бай. Сейчас граним. ФЗ, ФЗ. Так, обнуление здесь у нас. Обнуление. Фунт что-то показывает, да? В 130-м мы достигли. По фунту показывают продажу нам. Фунт продажа. Какого-то сопротивления нет. Выход из проторговки тоже вроде как нет. По ФИБО Зигзаг фунт показывает продажу. Подтверждение видно. Даже на 5-минутке пока не видно. Они появятся, когда же цена опустится гораздо ниже. Ну, а так в текущем интервью не продажу показывает нам. Фунт А4. Ничего. Австралия, иена. Доллар, Канада. Австралия, доллар. Далеко. Здесь ничего. В Зеландии обнуление. Ничего. Так, ну-ка, ничего. Ну, фунт-доллар. Только пара фунт-доллар указывает продажу. Больше здесь полка-ха ничего нет. Но продажа идет там без подтверждения. До сотого уровня запросто, конечно, можно сходить. Хорошо, еще вопросы будут? Ну, все тогда. Всем спасибо за внимание. Хороших вам трейдов. И до завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok